МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важно понимать, что перспективы развития невозможно рассматривать в отрыве от темпов развития мировой экономики. В отличие от европейской модели формирования единого экономического поля, наши страны уже имели опыт взаимодействия в рамках общего народно-хозяйственного комплекса. На его обломках должны расти не сорняки конфликтов, а плоды коопераций. Теперь границы открыты, а вместе с ними открылся рынок с населением 170 миллионов человек и промышленными ресурсами в 600 миллиардов долларов. Один только объем производства сельскохозяйственной продукции исчисляется 112 миллиардами долларов. Мы привлекли около 150 миллиардов американских долларов прямых инвестиций. Любой инвестор, в том числе и отечественный, смотрит на размеры рынка, на объемы рынка. И, конечно же, для диверсификации нашей экономики необходимо расширение объема рынка, расширение возможностей для потребления той продукции, которая будет производиться. 16-миллионное население Казахстана – это очень небольшой рынок для производства и бизнеса. В этом отношении объединенный рынок таможенного союза гораздо привлекательнее. Выгода для наших производителей очевидна. Теперь казахстанские товары свободно продаются и в России, и в Белоруссии. Таможенный союз, как любое другое региональное объединение, дает только возможность для развития производства и привлечения инвестиций. Казахстанские производители должны уделять больше внимания качеству своей продукции, чтобы она могла конкурировать на российском и белорусском рынках. От этого выигрывают все. И главное – потребитель, то есть мысва. Первый год работы таможенного союза уже принес первые плоды для Казахстана. За 2010 год товароборот с Россией и Белоруссией вырос более чем на 40%. За 2011 год товароборот вырос еще на 30% и составил около 25 миллиардов долларов США. С момента формирования таможенного союза пока идет незначительный рост нашего экспорта по таким товарным позициям, как безалкогольные напитки, телевизоры, стальные трубы, также экспорт риса. Это только мы полакаем первые ростки. Я знаю, что еще также наши кондитеры, компания «Рахат», она работает активно на российском рынке, на приграничных регионах. Торговля растет быстрее, внутренняя торговля, чем торговля с третьими странами. За 7 месяцев 2012 года взаимная наша торговля выросла на 17%. То есть мы существенно опережаем темпы роста с третьими странами. Это хорошо, потому что это новые рабочие места, это новые возможности для бизнеса и в целом для развития наших стран. В ходе работы наших межправительственных комиссий мы предлагаем целый набор проектов совместных в Казахстане для того, чтобы промышленность Казахстана развивалась по всем направлениям. Тем более, что Беларусь известна своей промышленной продукцией в первую очередь. Нашими президентами поставлена стратегическая задача перейти планку взаимного товарооборота в миллиард долларов. Мы думаем, что это не предел. И сегодняшняя ситуация, когда мы приближаемся к этой цифре, показывает, что у нас есть возможности работать еще в больших объемах. В силу многих причин, в том числе геополитических, интеграция рынков наших стран всегда была актуальна. Почти весь товар, кроме китайского, который поступает в Казахстан, проходит через границу России и Беларуси. Это касается как импортируемых товаров, так и экспортируемых. Таможенный союз положил конец постоянным проблемам, которые возникали с привозом товаров через территорию наших соседей. Очевидно, что уменьшение издержек бизнеса является серьезным материальным и психологическим подспорьем для казахстанских предпринимателей. Также в рамках формирования единого экономического пространства есть соглашение о государственных закупках. Заинтересованность Казахстана в разработке этого документа понятна. Льготы, предоставляемые при госзакупках на территории России и Беларуси, будут автоматически распространяться на казахстанских производителей и поставщиков. Ну а наши льготы будут предоставлены россиянам и белорусам. Россия, вступив в ВТО, она не взяла обязательств по предоставлению национального режима третьим странам в части доступа к государственным закупкам. А это очень большой рынок, очень емкий и финансово привлекательный. Участникам таможенного союза такие преимущества даны. И компании из Беларуси, из Казахстана имеют право претендовать наравне с российскими компаниями в доступе к государственным закупкам. Единственное, что для Казахстана действует переходный период, который Казахстан попросил о себе до 2014 года. Соответственно, он скоро истечет, и тогда будет у нас общий рынок госзакупок. Помимо этого, у трех стран, входящих в таможенный союз, появился еще больше стимул создавать совместные производства. Будут воссозданы утерянные после развала Советского Союза полноценные производственные цепочки от добычи сырья до производства и реализации конечного продукта. Это касается итогов совсем недавно состоявшегося визита Владимира Владимировича Путина в Казахстан, в Павлодар, где были достигнуты договоренности по созданию производства автомобилей крупных объемов. Это касается и производства вертолетной техники и ряд других направлений. Я считаю, что для Северного Казахстана очень будет актуальная тема мясного производства, ориентированное на рынок Таможенного Союза. Это только первые такие проекты, но я думаю, их будет еще больше. И в сфере транспорта, касающейся коридора Китая-Западная Европа, и в сфере энергетики, и в сфере металлургии. Ну, я думаю, это начало большого пути сейчас у нас. Таможенный союз будет вторым крупнейшим рынком от Лиссабона до Владивостока после Европейского Союза. Но стимул для интеграции предприятий не ограничивается только Россией и Белоруссией. Дополнительным плюсом таможенной территории является ее мощный транзитный потенциал. Многие производители из азиатских стран проявляют большой интерес в открытии производственных мощностей в Казахстане. Им выгодно производить свою продукцию в нашей стране и уже отсюда поставлять ее в Европу, потому что товары из развитых стран облагаются более высокими таможенными пошлинами. Таможенный контроль они будут проходить только один раз. Урегулирование железнодорожных тарифов позволит увеличить грузооборот между странами Таможенного Союза на 30%. Сегодня в Казахстане создаются коммуникационная инфраструктура и технологическая платформа для увеличения инвестиционной привлекательности нашей страны. Занимая девятое место по территории в мире, Казахстан может получать от транзитных перевозок сотни миллионов долларов. Казахстан находится на стыке многих транспортных транзитных коридоров между Европой и Азией. Через территорию Казахстана сегодня проходят 5 наземных транзитных коридоров, 4 воздушных. И только в 2011 году доходы от транзита Казахстана составили порядка миллиарда долларов США. Но это небольшой объем. По нашим расчетам доходы могут увеличиться в разы. Я уже ранее говорил, например, по проекту Западная Европа, Западный Китай. В этом году Алмата-Харгос реконструкция 304 километра автомобильной дороги в бетонном исполнении будет финансироваться Всемирным банком. Таким образом, Казахстан имеет все шансы стать крупнейшим региональным хабом в Евразийском регионе. Но для создания новых предприятий необходимы дополнительные производственные территории с налаженной инфраструктурой. Наша страна должна создать максимально выгодные условия для людей, чтобы квалифицированные кадры трудились в нашей стране. Линия производства колесных пар, она очень уникальная на всем постсоветском пространстве, будем говорить так, в азиатской части Евразии, нашего материка. Она единственная, такое оборудование, как дробимет, который может принять на упрощение колеса и локомотивные колеса, то есть это большим диаметром катания. Такого нету на всем постсоветском пространстве азиатской части бывшего Советского Союза. По поставке колес уже зарубежной страны, я думаю, надо сперва освоить наш рынок. Мы можем полностью обеспечить казахстанский рынок, казахстанские потребители, а потом уже без, конечно, в плане выхода, я думаю, на зарубежный рынок, особенно по скоростным стрелочным переводам. Помимо расширения потенциальных рынков сбыта, очевидны и другие немаловажные плюсы таможенного союза. Укрепление отраслей промышленности, пришедших в упадок после распада Советского Союза. Это касается таких традиционных отраслей, как, например, текстильная отрасль. Таможенный союз, безусловно, для нас это возможность. То есть если кто-то видит это как негативное влияние, потому что, конечно, мы за последний год в ритейле огромное количество российских брендов вошло на рынок Казахстана. И если раньше они так маленькими шагами заходили, то сейчас мы чувствуем уже такую достаточно серьезную экспансию. Но мы в этом отношении оптимисты, и мы больше, то есть чем там, кому нужны наши 16 миллионов, если там рынок России еще не охваченный с размером в десятки раз больше. Поэтому мы в этом отношении видим дополнительную возможность для себя. И таможенный союз действительно открывает нам вот эти возможности в коммуникациях. И если раньше, там еще лет 5, когда мы говорили с россиянами, для них вообще где-то был Казахстан из разряда невозможного для партнерства, то сейчас это уже такая страна для диалога становится, и они уже открыты к партнерским отношениям. Одним из приоритетных направлений экспорта Казахстана на рынки России и Беларуси являются сельхозтовары. И в первую очередь это пшеница и мясомолочные продукции. Здесь очень жесткая конкуренция. Для поддержки своих товаропроизводителей введены квоты, но главным критерием остаются качество, товарный вид и сроки поставок. Напомню, что после введения единого таможенного тарифа казахстанские производители почувствовали на себе защиту от импорта третьих стран. У отечественных товаров появился шанс занять те ниши, которые до сих пор прочно принадлежали товарам из третьих стран, в частности из Китая. Прежде чем ты со своим брендом выходишь за рамки страны, ты должен очень серьезно укрепить мускулы внутри своей страны. И на сегодняшний день у нас магазины практически во всех крупных городах Казахстана. Мы видим, что продукт востребован, и нам было приятно. То есть мы на самом деле несколько боялись выводить свой бренд и писать на этикетке «сделано в Казахстане» и громко говорить о том, что это сделано в Казахстане. Потому что в нашей отрасли, в легкой промышленности, в швейной отрасли, в модной отрасли, легкая промышленность после распада Советского Союза несколько потеряла свои позиции и уже конечный потребитель не верит в том, что там одежда сделана в Казахстане может быть классной. Очевидно, сырьевая направленность нашего экспорта. Если мы действительно намерены переориентировать экономику на выпуск товаров с высокой добавочной стоимостью, то необходимо эффективно использовать предоставленное время и ресурсы. Я думаю, что сейчас вот настал такой исторический момент, когда предприниматели поняли, что вступление в таможенный союз, они находятся в одинаковых условиях, скажем так, равные возможности, при равных условиях с российскими, белорусскими предпринимателями. В перспективе, наверное, и с украинскими. И для них это, прежде всего, возможность вырасти сейчас, стать на более высокий уровень, и поэтому они очень активно используют инструменты государственной поддержки в виде гарантирования кредита, в виде субсидирования процентных ставок, в виде обучения по различным проектам. И это очень важно. И каждая из трех стран имеет свои конкурентные преимущества в этом плане. Казахстане, например, очевидно, это более льготный и привлекательный налоговый режим, и это уже влечет повышенный интерес к Казахстану для размещения производств, которые будут ориентированы на общий рынок. Дальнейшее развитие получили также благополучные в настоящее время отрасли экономики, топливно-энергетическая, цветная и черная металлургия, зерновое хозяйство. Работа по защите отраслевых интересов Казахстана в рамках Таможенного союза ведется и на высшем уровне. Во многом о состоятельности наших усилий в Таможенном союзе говорит о состоянии малого и среднего бизнеса. Ведь именно он – основа стабильного гражданского общества. Частные предприниматели играют важнейшую социальную роль. Они не только поддерживают экономическую активность и благосостояние большей части населения, они обеспечивают значительные налоговые поступления в бюджет. В условиях Таможенного союза казахстанский бизнес может выступить катализатором экономической стабильности. И этому в немалой степени способствует внимание и поддержка со стороны государства. Наша задача на самом деле создавать возможности, прежде всего институциональные, делать более упрощенный режим налогообложения, более упрощенный порядок получения кредитов, субсидий и так далее, для того, чтобы сама система была привлекательной. А вот кто будет наполнять ее звенья – это будет российский бизнес, который придет и создаст вместе с казахстанским бизнесом здесь какие-то совместные предприятия. Это будут инвесторы, которые придут и здесь будут искать среди нашего населения персонал для работы в таких компаниях. Это уже будет следствие. А причиной должны являться наиболее благоприятные условия. Изменения в лучшую сторону после вступления Казахстана в Таможенный союз уже видны. Но нашим производителям еще нужно время, чтобы использовать весь спектр открывшихся возможностей с максимальной выгодой для себя. Необходимо, чтобы участие в Таможенном союзе не препятствовало получению новых технологий, не привело к снижению новаторства и конкуренции. Надо проводить активную работу по привлечению иностранных инвестиций и повышению эффективности функционирующих производств. Стремиться налаживать производства, основанные на кооперации с партнерами по Таможенному союзу и ориентироваться на мировые рынки в условиях высокой конкуренции. В нашем третьем фильме мы расскажем вам об истории успеха казахстанских предпринимателей, связывающих развитие своего бизнеса с теми возможностями, которые открыл для них Таможенный союз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин